Глобальные изменения в мировой экономике требуют новаторских решений и смелых шагов. На мероприятиях присутствовали представители органов власти, предприниматели, а также торговые представители из Индии, Турции и Ирана. Участники форума «Деловой климат» в России прокомментировали текущую ситуацию, обсудили главные вопросы и продемонстрировали свои проекты. В этом году у нас очень серьезный акцент сделан на деловой климат в целом. Это все вопросы, связанные как раз с инициативами предпринимателей по улучшению ведения предпринимательской деятельности. Очень серьезный экспертный состав у нас форума в этом году. Серьезные вопросы, связанные с тем, что на самом деле, в принципе, мы в этом году увидели, что власть готова быстро меняться. Есть очень интересные механизмы изменения нормативных актов, которые способствуют развитию предпринимательской деятельности. На форуме подвели итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». 14 производителей стали лауреатами премии с правом использования серебряного знака качества, а еще 11 получили право на золотую маркировку «100 лучших товаров России». Среди лауреатов – производители продуктов питания, оборудования, мебели, организации образовательных услуг. Но это очень значимая награда, потому что компания существует много лет. Мы очень долго шли к тому, чтобы добиться качества приемлемого для победы в данном конкурсе. Представили самые лучшие образцы, прошли отбор на оригинальном этапе, на федеральном этапе. Я считаю, что коллектив, фабрика заслужили эту награду своим трудом. Но, как известно, бизнес живет не только настоящим, но и будущим. Поэтому одна из отраслей форума – образовательная, с привлечением молодежи. В октябре этого года стартовал проект «Бизнес-поединки». Студенты совместно с действующими предпринимателями разрабатывают свои первые бизнес-планы. На защиту проектов вышли 15 человек, и был определен победитель. Он получит сертификат на полное промо-сопровождение своего проекта. Успешный предприниматель Виталий Тиньков когда-то начал свое дело благодаря тому, что стал финалистом проекта в 2017 году. Теперь она оценивает идеи и помогает реализовать себя молодому поколению. Отмечаю, что работа из года в год становится все лучше. В этом году представлены интересные проекты. Могу сказать, что такое ощущение, как будто с каждым годом студенты взрослеют, или они набираются опыта. У них проекты в этом году более реалистичные. То есть те идеи, которые, наверное, завтра можно идти и делать. Победила команда студентов из Ульяновского аграрного университета. Ребята представили проект на полке, создав новые версии классических настольных игр в больших масштабах, предназначенных для посиделок на полу. На этой победе молодые бизнесмены останавливаться не собираются. У них уже есть планы на будущее и призовой сертификат. Мы его будем пускать в оборот, то есть разрабатывать в дальнейшем наши игры напольные, разрабатывать карты, фишки и всю эту индустрию. Ежегодный форум «Деловой климат в России» прошел в лучших традициях, насыщенно и продуктивно. Мероприятие помогло предпринимателям не только увидеть точки развития, но и узнать новое, открыть двери в мир бизнеса молодому поколению. Юлия Руднева, Геннадий Бухтояров, Уллправдутова.